100-метровую маскировочную сеть сплели жители областного центра. Акция развернулась на Соборной площади и собрала сотни неравнодушных людей. Репортаж Марина Тимофеевой. Уголок смотрят наверх. Мы проводим через сетку, чтобы она закрепилась на сетке. Следующий уголок идет вниз. Вот так под чутким руководством ТОСовских мастерит сотни ульяновцев придают нужную форму плотной ткани, создавая 100-метровую маскировочную сеть. Сегодня самое главное, чтобы все объединятся, потому что многие у нас помогают. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то придет в сети, но все раздельно. И вот сегодняшняя акция – это объединить всех наших волонтеров, жителей, чтобы каждый мог сделать свой вклад в помощь фронта. Сегодня Соборная площадь буквально на несколько часов превратилась в мастерскую. Отворцы – обычные неравнодушные люди разных поколений. Например, 16-летний Исмаил Бекбулатов пришел один, переплетая ленты, вспоминает своего прадеда-пулеметчика. Он вернулся с войны живым, но без руки. Пришел в леси просто потому, что вспомнил, как такие же подростки в Великую Отечественную войну помогали фронту победить нацистскую Германию, чтобы мы могли спокойно радоваться жизни. Для Альбина Кипчатова это тоже не просто добрая акция, а долг перед героически погибшим супругом. Он был вертолетчик, и я стараюсь активно участвовать в таких мероприятиях. Посчитала долгом помочь ребятам, которые сейчас там находятся. Спустя час технологии плетения овладели все, и процесс пошел быстрее. Вместо обещанных четырех часов обещают уложиться в два. Уже совсем скоро эта огромная маскировочная сеть 264 квадратных метра укроет военную технику и окопы солдат в зоне спецоперации, а помощь фронту продолжится. Марина Тимофеева и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск.